В Госдуме передумали принимать закон об ответственности депутатов перед обществом. Речь идет о невыполнении предвыборных обещаний. Мы, согласитесь, ждали такого закона, давно ждали, потому что, ну, надоело, честное слово. Они нам в период избирательных кампаний горы золотые обещают, а потом и ничего не делают. И вот, значит, Володин месяц назад никто-нибудь, а видный единорос Володин, предложил, мол, давайте такой закон примем, депутат должен отвечать за свои слова, ага, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал, думаете, нашелся на охотном ряду хоть кто-то, кто сказал бы, я за, держите карман шире, зато подвезли сразу несколько грузовиков с отмазками. Ну, например, в ядре закричали, это невозможно сделать технически, типа нереально ведь кандидату в депутаты заключить договор с каждым избирателем, дабы соблюсти все юридические формальности. Как будто бы оппозиционных КПРФ и ЛПДР бросились мотать на кулак привычные сопли. Истерии нас мало. У нас нет необходимого количества рычагов давления на власть. Да что мы можем? Из Мироновской сруйср. И вовсе какое-то невнятное мычание раздалось. Короче, похерили светлую идею, что называется, на корню. Да кто бы сомневался. Не будьте лохами, вас разводят. И вот тут впервые в жизни соглашусь с Кисельком, потому что нас действительно развели. Подозреваю, что ядро с Володиным просто хайпанули на популистской идее. А сейчас с момента заявления прошел месяц. Страсти улеглись, поэтому инициативу, как водится, тихо свели на нет. Но в головах-то у Вани осталось. Единая Россия готова отвечать за базар. Сами даже предлагали как-то, покуда есть на свете дураки, обманом жить товарищам с руки. Начинаем! А впрочем, я знаю, как данную инициативу реализовать и даже готов поделиться. Там нет ничего сложного. Не нужно заключать никаких договоров с избирателями. Господа, ядросы, да и рычагов давления на власть необходимо не так уж и много. Это уже в сторону не до оппозиционера-преплика. Выполнимые обещания. Давайте вот и все. Теперь как это оформить юридически? Да по той же схеме, по которой обнулили Путина с Медведевым. Хорошо на пальцах для особо одаренных. Так получилось, что в России на выборы даже одномандатники идут не сами по себе, а под флагами или при поддержке какой-то партии. Верно? Верно. Вот пусть партии пишут свои обещания на бумаге, заверяют такие бумаги в ЦИКе, в Центральной избирательной комиссии, а потом просто отчитываются перед людьми, что сделано, что нет. Почему, если не сделано два отчетных периода? Я бы предложил установить. Первый. Через два с половиной года после избрания экватор, так называемый, выполнено менее 50% данных обещаний. Верните полученные партии деньги в бюджет, в том числе полученные в виде зарплаты, преференции для депутатов и их помощников и бла-бла-бла. Ну, это таки аналог желтой карточки в футболе. Второй период – это, собственно, истечение срока полномочий Думы. То есть, когда перед назначением новых выборов публикуется полный отчет о работе созыва по фракциям, если, опять же, менее 75% сделано от заявленного, партия получает красную карточку, и все ее члены теряют право куда-то баллотироваться в течение там ближайших пяти лет, скажем, вуаля, тогда такого просто не будет. В 2002 году тебе клятвенно обещали. В 2004 году каждый из жителей России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас. В 2005 году каждый из жителей России будет получать свою долю от использования природных богатств России. Да неужели среди вас найдется сейчас хоть кто-то, кто после всего услышанного со мною не согласится каждому по делам его? Не я придумал Евангелие от Матфея, стих 16, и, впрочем, и в светской жизни это правило тоже работает, пример да пожалуйста. Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 81, вашему вниманию, в ней Черным по белому написано, работника можно уволить за систематическое неисполнение им трудовых обязанностей или за несоответствие занимаемой должности любого из нас это касается. От уборщицы до генерального директора огромного предприятия депутатов почему нет? Они в какой-то другой стране живут? Я тут ни при чем, а я тут ни при чем, совсем я ни при чем. Это реальная журналистика, по-прежнему только о хорошем, по-прежнему вещаем из дома печали, поехали. Еще пару слов о депутатах и закончим уже на сегодня разговоры об этих бездельниках. Вот сейчас я вам хочу показать фрагмент выступления члена фракции «Справедливая Россия в Госдуме» Елены Дропека, действующего парламентария, который обходится нам с вами в миллионы рублей ежемесячно. Человек выходит на трибуну и на глазах у изумленной публики высказывается о необходимости создания суверенного рунета на территории РФ. Причем не просто высказывается, она призывает инициировать соответствующий законопроект. А теперь просто послушайте это, особенно на последнюю фразу, внимание рекомендовал бы обратить. Давайте. Что было, когда нам попытались перекрыть пластиковые карты, виза? Помните? Кризис. Как только мы создали собственную платежную систему МИР, так им сразу стало неинтересно играться с нашими картами. И они оставили в покое наши платежные системы. Я думаю, что и в этой ситуации мы опоздали, нам надо строить систему защиты. У нас должна быть собственная база, корневой сервер, я не знаю, как это называется. Ребят, я умиляюсь просто, она не знает, как это называется. То есть она совершенно не разбирается в вопросе. Ну это абсолютно не мешает человеку предложить коллегам принять какой-то закон. Как? Объясните мне тупому, если ты не в теме, какой нафиг закон ты собралась инициировать? И там таких профессионалов, каждый второй, если не 9 из 10 даже. Не отстает от депутатов и чиновники. В правительстве в очередной раз озаботились сдерживанием цен на сахар и подсолнечное масло. Прям хочу вот сейчас процитировать российскую газету. А это документ на минуточку, если кто-то не в курсе. Итак, министр промышленности и торговли Мантуров. Заключенные ранее соглашения доказали свою эффективность, поэтому для дальнейшего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне мы планируем их продлить в смысле соглашения о сдерживании цен. Ага, 30 марта Мантура фоная сказала уже на следующий день, 31-го. СМИ сообщили о приостановке поставок этих самых сахара и масла в розничные сети. То есть поставщики показали чиновникам фигу. Производители свои обязательства по старым договорам, по старым контрактам закрыли. А новые поставки сахара по той же цене фиксированной они сейчас не отгружают. Ссылаюсь на нехватку продукции. Мы отмечаем повышенный спрос на сахар. Цена на товар вероятно увеличится. А я вот, вы знаете, понимаю тех производителей, потому что регулирование цен это не просто брякнул в телевизоре, ой, мы тут цену зафиксировали. Есть еще объективные процессы, и эти процессы называются экономикой, которая не подчиняется ни Мишустину, ни Мантурову, ни даже Путину. Давайте трезво порассуждаем. Цены на коммунальные услуги растут, в этом году вот снова выросли. Бензин дорожает, никто ведь не будет спорить, думаю, да? Так, соответственно, подорожала складская аренда, подорожала транспортировка. Кроме того, со вчерашнего дня, то есть с 1 апреля, отменены все ковидные льготы, в том числе по кредитам, в том числе для предпринимателей. Тем более, что взять новый займ, вероятно, станет гораздо сложнее. Регулятор ужесточает условия для портфелей банков, и вот как защитить себя, и можно ли будет перекредитоваться в новых ужесточенных условиях. Об этом сегодня мы... А теперь сами себе ответьте на вопрос. При таких раскладах возможно вообще говорить об удешевлении единицы продукции, или хотя бы о стабилизации цены на нее? То есть, когда все кругом для этого производителя подорожало, льготы отобрали, а он должен каким-то образом цену снижать или фиксировать. Пошутили, что ли? Хотите сдерживать цены, сдерживайте. Вот только делается это не словами и не пустыми распоряжениями на бумаге, а за счет компенсационных выплат из каких-нибудь резервных фондов, только так. И никак по-другому фиксируешь, оплачивая разницу. Впрочем, телевизионные России так и не умеют. Мы же только сюжеты там для первого и второго канала ФНТВ могем снимать вот такие. Шла на пенсию и переехала в Колывань. Сейчас мы не всегда записываем. Вы могли бы сказать, что воздуха бы такого не было, если бы не глава района? Я не могла бы сказать, что из-за главы района у нас такой хороший... Надо сказать. Где меня? Сейчас, секундочку. Бюджетный... Возьмите, пожалуйста. Может быть, есть какая-то определенная благодарность для кого-то, кому-то за то, что вам здесь так хорошо? Ну, я думаю, что глава района... Разумеется, то, что вы сейчас увидели, это пранк. Но это очень правдивый пранк. Поверьте мне, как человеку, который много лет отработал внутри этой системы, в том числе на центральных и государственных телеканалах. Нередко именно так пропагандистские новости и снимаются. Есть, конечно, варианты. Однако надежнее на самом деле нанять статистов за мелкий правиль. Действительно за мелкий. Там от 500 рублей до 3000 помоем. И любая сказка готова. Ну, что я могу сказать? Сидим у телевизоров дальше. Гордимся несуществующими рывками и прорывами. Свято вере. Будь то все плохое лично нас обойдет стороной. А между тем, в ближайшие две недели существенно подорожают не только сахар и масло. Хотите, забьемся? Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Подписывайтесь на оба наших канала. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Это поможет продвижению данного видео в мире. Или правильнее будет сказать в море нескончаемых потоков вранья. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте темы. Предлагайте поднимем, обсудим. А я за сим. Спешу откланяться пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok